Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Избрание Майи Санду и её первый заграничный визит в новом качестве, который она совершила в январе именно в Украину, даёт повод для определённого оптимизма в прогнозах относительно развития отношений наших стран, пишет украинский политолог Дмитрий Левус. Украину и Молдову объединяет необходимость решения совместных проблем, в частности, реформирования всех сфер жизни, борьба с коррупцией и противодействия негативному влиянию РФ, которая пытается вернуть свой контроль над обоими государствами. Визит новоизбранного президента РМ Майи Санду в Киев создал предпосылки для такого сотрудничества. Так возникает потребность в определении точек соприкосновения возможных интеграционных проектов в контексте, задекларированной обеими странами евроинтеграции. Направлениями для обсуждения должны стать следующие вопросы. Как Украина и Молдова могут объединить свои усилия, реализуя стремление к европейской интеграции? Какие есть механизмы для этого? Например, восточное партнёрство. Как возможный пример интеграционных проектов построения задекларированной президентом Зеленским автотрассы «Киев-Кишинёв». Поддержка инициатив, направленных на противодействие российской агрессии в регионе. Логично, если выработка ответов на эти вопросы, будет происходить на неформальных коммуникативных площадках для встреч представителей гражданского общества, экспертов и власти. Там меньше формальностей, сдерживающих бюрократических препон. Такие инициативы уже есть. Одним из примеров может стать «Круглый стол Украина-Молдова. Новые возможности и интеграционные перспективы». «Круглый стол» собрал украинских и молдовских экспертов разного профиля, депутатов парламентов Украины и Молдовы. Так, Олег Лесны отметил, что украинцы следили за выборами в Республике Молдова, и им было интересно узнать, куда отправится Майя Санду со своим первым зарубежным визитом. Лидеры двух стран дали чёткий сигнал, что Молдова и Украина являются стратегическими партнёрами. Они подали сигнал о том, что страны будут помогать друг другу и на пути к интеграции в Европейский Союз. Олег Лесны выразил убеждение в том, что такое сближение двух государств разозлило кремлёвского брата, который считает, что в этих государствах он представляет свою зону влияния. Он также говорит, что видит сдержанную позицию со стороны обоих президентов по отношению к России, и, по крайней мере, Владимир Зеленский знает, что Россия враг и что этот враг хочет уничтожить эти страны или вернуть их под своё братское крыло. Молдавский эксперт Азун Антой от партии действий солидарности отметил, что проблемы этих двух государств связаны с национальной безопасностью, инфраструктурой, экономическими отношениями, коммуникациями, проблемой Днестра. Политик говорит, что коррумпированное государство, такое как Республика Молдова, не может защитить себя от агрессии Российской Федерации. Как считает Азун Антой, коррумпированное государство Республика Молдова находится под тем же влиянием Российской Федерации, потому что бывший президент Игорь Дадон представлял мафиозный клан, который занимался теневой экономикой, а также был агентом ФСБ. Поэтому отрадно, что Майя Санду поехала в Киев, но важно, чтобы Молдова и Украина находились на одной волне. В обеих странах должны быть государственные структуры, которые реально взаимодействуют для решения существующих проблем. Виталий Андреевский, политолог из Республики Молдова, считает, что встреча президентов Молдовы и Украины дала толчок к более активному сотрудничеству. Этот импульс больше подействовал на Украину, чем на Молдову. Другой вопрос – военное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, которым необходимо уделить внимание. Общие проблемы связаны с гибридной войной, которую Россия ведёт против этих двух стран. По словам Виталия Андреевского, Россия планомерно ведёт эту войну, а одна Молдова не может противостоять. Политолог также сообщил, что в обоих государствах – Украине и Молдове – есть российские партии, именно российские, а не ориентированные на Россию. Эти партии, работающие только в интересах России, выполняют заказ Кремля. В Молдове всё сложнее, потому что в России есть свои пропагандистские телеканалы. По его мнению, для сохранения своей национальной идентичности и ценности Молдова не должна бояться сказать России о выводе её войск из Приднестровского региона, не опасаться говорить об агрессии России в Украине, а также признать, что Крым аннексирован Российской Федерацией. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова